Телеканал КРТ представляет. В связи с особым статусом для Донбасса. Данное требование, напомню, прописано в комплексе мер по выполнению минских соглашений. Цитируем сообщение Дершпигель. В ходе переговоров о конфликте на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации сепаратистских районов в Донецке и Луганске. Об этом свидетельствует неофициальный рабочий документ российской делегации, которая встретится с представителями Украины, Германии и Франции в Берлине в эту пятницу и субботу. Документ был передан в лондонский досье «Центр» из российских правительственных кругов, а затем попал в руки Шпигель. Сказать о том, что эта новость, опубликованная 3 июля, вызвала в Украине ажиотаж, это ничего не сказать. Резонанс был столь высок, что на следующий день президенту Владимиру Зеленскому пришлось комментировать нашумевшую новость, по сути являвшуюся типичным инсайдом в СМИ, а не информацией из официальных источников. Как заявил президент, цитирую, «Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать. Мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика». Трудно не согласиться с Владимиром Зеленским в его призыве соблюдать культуру дипломатической риторики. Однако справедливости ради стоит отметить, что обязательство провести конституционную реформу содержится в комплексе мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, под которым стоят подписи участников трехсторонней контактной группы в Минске и, в частности, представителя Украины Леонида Кучмы. Дословно, девятый пункт этого документа гласит «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования» «В скобках местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа». В этой связи заявления о стремлении выполнить минские соглашения и полный отказ от одного из краеугольных пунктов звучат как нечто слабосовместимое. Впрочем, гораздо интереснее то, почему столь провокационная статья вообще появилась в немецком издании накануне встречи советников глав государств Нормандской четверки. Что же касается официальных итогов встречи советников Нормандской четверки, прошедшей в Берлине на минувших выходных, они довольно противоречивы. 7 июля вице-премьер Украины Алексей Резников раскрыл содержание встречи, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. Все заявления об ультиматумах он назвал фейковыми. Резников также сообщил, что в ходе встречи в Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта минских соглашений, где речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, о ряде законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательства в 2014 году принять. Однако, по словам Резникова, никакого особого статуса Донбасса в украинской конституции не может быть. Кроме того, Резников заявил, что РФ готова идти на уступки в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Подобная риторика напоминает крайне неумелую попытку пройти, как говорил Леонид Кравчук, промеж капелек. Учитывая невысокую квалификацию Резникова как переговорщика, а также сложный опыт подобных действий на протяжении нескольких предыдущих лет, сделать это в итоге вряд ли удастся. Официальные заявления российской стороны об итогах переговоров советников в Берлине были еще менее обнадеживающими. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил следующее. Подвижек на переговорах советников-лидеров нормандской четверки в Берлине не удалось достичь ни по вине российской стороны. РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе. Вышеизложенное констатирует то, что переговоры в нормандском формате в очередной раз зашли в тупик. Если мы вспомним решения прошлого саммита нормандской четверки в Париже и сравним их с тем, что было выполнено за прошедшие семь месяцев, мы не увидим почти никакого прогресса. Отдельные успехи отмечались лишь в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Впрочем, такие обмены происходили и до встречи Зеленского с Макроном, Меркель и Путиным. Что же касается разведения сил на отдельных участках линии соприкосновения, до него дело так и не дошло. Новые участки для разведения не были согласованы, а на тех трех, где войска были разведены еще осенью, вновь возросла интенсивность огневых контактов.